Намаскар Садгуру. Период юности ознаменован вызовами, целями, достижениями и амбициями. Многие гонятся за успехом в том виде, как его понимают в обществе. В эту перенасыщенную информацией эру существует дополнительный стресс, связанный с чрезмерным обилием информации и выгоранием на работе. Такой стресс лишает нашу молодежь счастья. Среди молодежи встречается все больше случаев депрессии. Как в такие сложные времена молодежь может оставаться счастливой? «Я хочу узнать истину о молодости и счастье». Намаскар, Мрадж. В каждом поколении есть люди, которые постоянно жалуются на что-то. И, конечно, также есть люди, которые используют обстоятельства своего времени. Наше поколение окружено комфортом и удобствами. И нам доступны знания. Мы можем узнать все, что захотим. Люди, которые жалуются на перегруженность информации, должны представить себе, что тысячу лет назад у нас не было возможности узнать о том, что происходит за сто километров от нас. Даже если за сто километров происходило ужасное бедствие или какое-то невероятное событие, потребовалось бы месяц или два, чтобы до нас дошла информация об этом. Сегодня же, что бы ни происходило в любой точке земного шара, это сразу же становится вам известно. И вы на это жалуетесь? Пожалуйста, не стоит жаловаться на это, поскольку это одно из величайших преимуществ, которые у нас есть как у поколения. В технологическом аспекте мы сильны, как никогда прежде. Никогда прежде человечество не имело тех возможностей, которые есть у нас сейчас, просто благодаря возможностям, которые предоставляют технологии. Вы просто не подготовили себя к жизни. Я говорю это в том смысле, что сейчас вы жалуетесь на технологии, которые сделали вашу жизнь проще и комфортнее. Я хочу, чтобы вы просто представили себе, как бы вы жили здесь тысяч лет назад. Вы просыпаетесь утром, и вам нужна вода. Так что нужно пойти к реке и принести два ведра воды. Поверьте, в наши дни большинство молодых людей не смогут даже принести два ведра воды на расстоянии в километр. Они физически не способны этого сделать. Итак, если бы вы жили здесь тысяч лет назад безо всяких технологий, разве вы несли бы эти полные ведра воды, не жалуясь? Нет, вы бы жаловались, потому что физически не смогли бы их нести. Точно так же, если вы не развили способность ума справляться с различными реальными наших дней, вы их будете жаловаться. Поэтому молодежи необходимо понимать, что на раннем этапе их жизни амбиции, воплощение желаний и образ жизни, к которому они стремятся, это не самое главное. Единственное, что вас должно беспокоить, как развить эту жизнь до более высокого уровня возможностей. Если вы потратите достаточное количество времени на внутреннее развитие того, кем вы являетесь, вы сможете с легкостью справляться с текущими ситуациями. И самое главное, вы не будете жаловаться на величайшие дары, предложенные вам в этом поколении. Никогда ранее вы не смогли бы долететь из Индии до США за 14 часов. Никогда ранее вы не смогли бы просто снять трубку телефона и поговорить с кем-то на другом конце земного шара. Никогда ранее вы не смогли бы увидеть огромное множество событий, происходящих по всему миру. Вы даже можете увидеть, что происходит в открытом космосе. Не жалуйтесь на те дары, которыми вы обладаете. Вы должны подготовить себя. Что это значит? Существуют технологии для внутреннего благополучия. То, что мы передаем как внутреннюю инженерию, это всего лишь проектирование себя таким образом, чтобы быть приспособленными к жизни. Вместо того, чтобы приспособиться к жизни, вы просите жизнь подстроиться под ваш уровень неприспособленности. Не стоит этого делать. Сегодня мир двигается не быстрее, чем несколько тысяч лет назад. Он вращается с той же скоростью. Просто создается такое ощущение, что расстояние уменьшилось из-за технологических возможностей, которыми мы обладаем. Обретение технологического могущества — это лучшее, что произошло с человечеством. Мы можем видеть то, что недоступно нашему обычному зрению. Мы можем слышать то, что лежит за пределами нашего слуха. Вы можете испытать то, что лежит за пределами вашего обычного восприятия. Вам просто необходимо усовершенствовать себя. Технологии вокруг вас совершенствуются каждые несколько месяцев или лет. Пришло время усовершенствовать себя, усовершенствовании этой технологии, усовершенствовании того, кем вы являетесь, развитие этой жизни. Вот что такое внутренняя инженерия или йога. Вы концентрируетесь на совершенствовании этой жизни. Если вы будете развивать свою деятельность без развития вот этого, тогда вполне естественно, что ваша деятельность будет приносить вам страдания. Это все равно, что вы ехать на старой разваливающейся машине на трек «Формула-1». Она развалится. Это и происходит с людьми. Пришло время, когда вместо того, чтобы просто учить наших детей, как обеспечивать себя, как устроиться на работу. В первую очередь, мы должны учить наших детей самосовершенствованию. Инструменты для самотрансформации — это наиболее важное требование нашего времени, поскольку внешние ситуации будут в основном обслуживаться машинами. Очень важно быть хотя бы немного умнее машин, которыми вы управляете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова